Дима, в чем проблема была? Без понятия. Нет, я не знаю. Не знаю. А я не знаю. А я не помню. Я не знаю. А я не знаю. Не знаю. А я не знаю. А я не разбираюсь в этих делах. Так, приступаем к установке проводки. Проводка у нас от 36-го кузова с двигателя М50. Это нам сильно упрощает задачу, потому что она становится болтон вот по этой круглой фишке. По-моему, это М50 Ванос. Но это Сименс. Но это Сименс. Я уже понял, что это Сименс по распиновке и нескольким фишкам. Но нам это не принципиально. Проводка была выбрана по типу самая дешевая. Все равно мы ее будем переводить на январь. В общем, установка заключается в чем? Мы ее сейчас сюда прокидываем. Подключаем все датчики и исполнительные механизмы. Там стартер, катушки, форсунки, все дела. Плюсовые провода. И потом я перепиновываю разъем родной на блок управления под январь. Как это делать во всех подробностях? У меня есть ролик на Boosty. По ссылке в описании вы можете на него перейти. Я там рассказываю от и до, какой провод, куда ставить. Рассказываю все нюансы. И прикладываю схемы. Вплоть до того, что в схеме написано 54-й пин с родного блока управления в третий пин блока управления январь. Все. Вы просто берете схему, отщелкнули, запиновали, вставили. И больше ничего не надо, и машина запустится при наличии прошивки, нужной под M50. Так, реле бензонасоса, бензонасоса, бензонасоса. Ну, оно типа, наверное, вот это. Но, скорее всего, это у нас реле на лямбда-зонд. А как оно здесь было, реле бензонасоса? А перед девяткой все здесь было. Ладно, это все нюансы. Так, и на стартер нужно еще, на M8. А что нужно? Гайку? Да, а провод здесь есть, не генератор? Нету, наверное, чего-то нужно придумать. Все, ребята, хорооо. Обработали лапы. Это было пати мордами в салате. Это что за такие песни у тебя? Это ляпец трубецкой. Очень сильно в подключении проводки помогает опыт, потому что я знаю наизусть, какие разъемы куда идут. Я специально пообирал резиночки. И по цветам проводов я подключаю разъемы. И вот у нас здесь оказался нюанс такой на Siemens проводке. Я до этого не обращал внимания. Получается, на датчик температуры охлаждающей жидкости на блок управления у нас вот не в том месте стоит замочек, получается. Пришлось на датчик его срезать. Поступили варварским способом, но так будет проще всего, чем перепиновать фишку. Там туда-сюда, короче, это лишние движения. И сейчас нам нужно подключить аккумулятор и посмотреть, какой будет провод на втягивающий реле. Потому что я вообще не могу понять, к чему здесь подключаться. Каких-то два мелких торчат усика и два мелких на M5 резьбу шпильки. В общем, Дима, тащил. Теплый ветер на крыльях разлук. Мое счастье унес. Так, и нужно еще будет на датчике коленвала подрезать. Ох уж эти сименс проводки. Ох уж эти сименс проводки. Датчик коленвала мы используем с двигателя Bosch с системой управления. Он тот, который нам нужен, который подходит для января и который самый дешевый. Но на сименс проводке, опять же, другие у нас замочки придется срезать на новом датчике пин. Но ничего страшного, это рабочие моменты. Так, что, все, подтыкаем? Ну. Давай плюсом. Сейчас будут искры. Вы же не боитесь искр? Страшно, очень страшно. Что-то не то. Это крутится. Это обмотка просто. Не, это на обмотку вывод. Это выводы на обмотку. А где на втягивающий выход? Я не понимаю. Ты разбираешься в этом? О, вот оно. Щелкнуло, да? Да-да-да, конечно. Все. О, засосало почти нашу бумагу. Так, это мы нашли. Какого-то старого образца стартера, не совсем понятно, что там к чему. Это же М20 стартер. М20? Да. Так он будет сейчас маслать. Как они там? А, без... Я не знаю. Они называются без... Что? Беспонтовые. Беспонтовые. Не, они беспонтовые. А, редукторные. Во. И безредукторные. И что это значит? Это значит, что он будет запускать машину. Как трактор. То, что надо. Так, нужно 10 или 8 головок. Ну, головка есть. А, вот на 10. И на 13 маленькую головку, да? Бля, вы зажали. А, сейчас у меня швопили чемодан еще один, точно. А, ну-ка забери свой чемоданчик. А я не уберу свой чемоданчик. Расколупал проводку и произвел демонтаж родной проводки на катушке зажигания. Здесь достаточно тонкий провод. Сделаю свою косу под вак катушки. Поставлю туда чуть более толстые провода. И заведу уже чуть по-другому. Она будет интереснее смотреться. Сейчас буду перепиновывать разъем под блок управления Январь-5.1. Планомерно, как всегда, аккуратненько в режиме таймлап. В этот раз мы также будем использовать катушки зажигания от VAC. Но они другой у нас формы. Это катушка зажигания от двигателя VR6. Смотрите, у нее другой конструктив. Дима, расскажи, почему ты решил использовать в этот раз такую катушку. Ну, катушки у нас сейчас ваговские не подорожали. У нас дешевых их нет. И одна катушка у нас стоит там порядка, наверное, 15-20 рублей, да? Да. 5-7 долларов стоит одна катушка без фишек. С VR6 у нас катушки пока еще можно найти. Она у нас с фишкой стоит там 3 доллара. После этого видоса уже нельзя влазить. Ну, типа доллара 3 она стоит 3-4 доллара. И уже с фишками их много продаются. Но по мощности, как нам знакомый показал, на гольфе на самом быстром у нас, да? Он ездит на таких, а на дубу у него 2,5 бара, 2,8. Знакомый на самом быстром гольфе это Игорь, про которого мы уже снимали обзор. У него гольф на 800 сил. Вот эти 6 катушек, их легко переваривают, поэтому мы решили их поставить. Он сказал, оставь их, проблем не будет. Так мы сделали, ну, посмотрим. Предварительно имеем мы вот такой вот вид. Я снял крышку с коробки, чтобы подоставать лишние провода. Всякие кондиционеры туда-сюда, там, лямбда-зонд, чтобы нам это не мешало. И вот такое вот столько проводов у нас пойдет в салон. Это у нас там диагностический разъем, активация лаунч-контроля, ролл-лаунча, всякие плюшки, в общем, для турбо-темы. И вот наш разъем января получился. Вот наши катушки. Я тут их подмотал, сделал красиво с большего. И можно будет еще соединить их в общий минус и в общий плюс. Так, а провода мы будем тянуть салон через вот такое технологичное отверстие, технологическое, которое идет в салон, снимается бардачок и за воздуховодом вы его найдете. Протыкается отвертка, где мы сейчас там подрезают шумоизоляцию, и туда мы будем пропихивать провода. Тащи. Не-не, тащи-тащи, там много их будет. Это там пока самые длинные идут. Все. Огонь. Два длинных, все должно хватить. Так, это что за кнопка у нас? Roll lunch. В двух словах нашим подписчикам. Едете, третья передача, нажимаете кнопку, сцепление не трогается. Газ в пол, машина переедет 50 км в час. Вторая передача, нажимаете кнопку, сцепление не трогаете. Газ в пол, машина также продолжает ехать 60 км в час, но при этом будет растет. Газ в пол, бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар-кнуто на боеху. На задних колесах, на дыбах. Получается, да, если зацепка рухнет. Примерочка. Это у нас, у нас будет две прошивки, это будет переключаться. В январе есть функция у нас выбора прошивок. Можно две прошивки за шесть и вот таким тумблером ее регулировать. Одна у нас, значит, будет на бензине, вторая на спиртунке. Хоп, щелк. Понятно. Это у нас диагностический разъем ОБД. Да, ага, ну так мы сидим, ноутбук подключили на колене, прошивку спирта отключили и полетели. Потому что в 36-х диагностический разъем был у нас только вот он, ну в таком вот формате. Его здесь никуда не поставишь, он сгорит от Дон Пайпа, поэтому мы его еще удалим и поедем в космос. Даже под коллектором с проводкой у нас получилось здесь более-менее как-то все симпатично. В прошлый раз мы не уделяли этому особого внимания. Возможно, эта машина не будет так быстрая, как та. Друзья, одна из самых важных и животрепещущихся тем, которая вызывает много споров в интернете, это форсунки. Мы, так как у нас нет бюджета, будем использовать распилы. Мы ориентируемся на 500 лошадиных сил. Это нам нужны форсунки где-то 500 плюс кубиков, чуть с запасиком, да? Какие варианты? Китай, либо Subaru форсунки 550 кубов. У них классный распыл, как из душа, но 100 долларов, по-моему, раньше я видел, стоил комплект из 4-х. Это нужно покупать 2 комплекта, плюс под них нужно точить переходники, переделывать разъемы. Но наш выход, я вам уже рассказывал давно, даже записывал видео, как пелятся форсунки. Это Fiat Lancia, в данном случае атмосфера 2 литра, 5 цилиндров. Спиливается носик в ней, и форсунка 200 с чем-то кубов становится 520-540, где-то так. Я заехал на стенд форсуночный, чтобы проверить разбежку по форсункам и подобрать из двух комплектов, у меня есть два комплекта распиленных форсунок, чтобы была минимальная разбежка между цилиндрами. Проливать форсунки нужно обязательно, дабы сохранить впоследствии свой мотор. Один цилиндр может переливать, второй не доливать. В том, которым не доливает, может просто-напросто сгореть. Поэтому, вот наши форсуночки на стенде, нажимаем бум-пум-пум, ну типа вот так. Шип, и тестируем их. Че они нам там льют? Делаю я первый комплект на 5, потом второй комплект на 5, и из них собираю, чтобы была минимальная разбежка. Посмотрите на это счастливое лицо. Спустя час болтания на стенде, я вывел идеальную формулу по форсункам. Не хватает еще одной, сливает немножко колба, но это также классно пылит. А эти пойдут отдыхать. Ну кайф же, да? Спойду гостить. Так, для Димы все самое лучшее. Самая лучшая проводка будет. Хоть эта машина и делается на продажу, но я вложу в нее частичку души. Замотаю тут все во всякие гофры, красивые изоленты. Потому что в прошлый раз было немножко, конечно, за нее стыдно. В этот раз все будет по-другому. Ставим, значит, инженерный блок управления, заливаем прошивку с прошлого мотора, подкорректируем под другие форсунки, тестим исполнительные механизмы форсунки, катушки. Заодно развоздушиваем форсунки и пробуем запускать. Потому что если форсунки не развоздушиваются, она чуть долго будет крутить, а нам нужен первый запуск такой, типа, смотрите, первый запуск. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И завелась. А так бы она была ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Они бы сами развоздушивались в форсунке, а так мы сделаем это за них. Поэтому январь 5.1, инженерный шлеп. Включаем. Так, у нас стоит, получается, коллектор у нас М50, топливная рампа М52. И вот, видимо, у нас не совпадают отверстия. То есть крепление на 52-м здесь находится. Мы пока поставим так, но нужно что-то придумать, нельзя оставлять. Потому что если будете дуть форсунки, то рампу может вырвать вверх. Нужно закрепить, нельзя оставлять. Как закреплять надо? Ну, какую-то пластинку сейчас что-то мы придумаем. Сюда пластинку прижмем, дырочку просвернуем. А, ну, идея есть. Пластиночка возьмем. Пластинку просто, да. Мудрить ничего не будем, что-то простое сделаем. Так, защёлкиваем, значит, форсунки у нас. Типа как сортир, как в этом, в тюрьме. Он включает кран, там вода, это ржавая капает, он такой набирает. Так это потом, просто если всё нормально заведётся. Да, нормально заведётся. Давай сейчас пошли за ним. Пошли за ним. А мы нам здесь теплее. Ну, сейчас нальёте, потом потеряем. А не, мы аккуратно. Там прям как бомжи, как будто мы бы в туалете. Так а кто? Это ж такой замок. Как в зелёном слонике. Ну, то есть. Машину заглушил, залило бензином, заводишь. Не загнёт, так что? Загнёт. Почему? Гнёт шатуны, ты что? Из-за чего? Бензин у тебя получается, смотри. У тебя ж когда полный, когда не может он двигаться, а когда у него какой-то ход есть, пошёл, и в конце... Да стартер не может загнуть шатун-то. Гнёт шатуны, 100%. Да ладно. На современных машинах это вообще тема частая. Какая? Прямой впрыск. 335-е, 750-е, 4-4 битву. Я такого не слышал. И что у них? Да, прикольно. Ну, у них, конечно, шатуны тонкие. На школу собирались. Да, сначала надо поездить, что получится с ней. Куда собирались? Колу, на гонке. Куда? Кока-колу. Колу. На гонке ехать с М4 и с Кока-колой в расширительную. А, я уже забыл. Слышь, так нормальный... Так мы разоримся на Коле. Сколько литра надо? Да херня нет. В 10. Ну, 2 рубля, 20 рублей ты отдашь. Зато представь, приехал на зарубу с М4, например, с Кока-колой. А у него там без камня. Наебал, да. Так как Дима решил отказаться от регулятора холостого хода в угоду того, что сэкономил 10 рублей на одном сварочном шве, нам нужно приоткрыть дроссельную заслонку, чтобы отрегулировать холостой ход. Пока что сделаем это на глаз, уже потом будем докручивать все больше. Да, есть упорный винт, и упорный винт этот регулирует, в каком положении дроссель закрывается. Примерно на глаз мы его ставим, да, потом подкорректируем. Не, ничего, а ты регулятор, его настраивай, опять провода к нему вези. Так, а что там настраивать? Ну, пофиг. Нет его, нет проблем. Ясно. Чем проще конструкция, тем лучше. Мы сейчас рассказываем вам тайну, как его нужно заправлять. Можно, вернее. Дима, рассказывай. Сначала про экономичность. Сколько чего стоит и как что? Баллончик сколько стоит? Рублей 10, наверное. Берем баллончик, у нас пустой. Что мы делаем? Он у нас закончился, все, его выкинуть нужно. Мы выкидывать не будем. Берем шприц, одеваем на него трубочку. Что-то типа... Душа проходит к нему. Любую трубочку. Жесткую трубочку. Баллон нужно спустить до конца. Это у нас керосин, керосин какой-то, да. Можно все что угодно. Бензин, растворитель, да. Набираем. Вставляем этот шприц в носик. Оп, он вставился. И нажимаем сверху. Все, готово. Сколько заливать надо? Наполняем. В интернете смотрел, писали, что в тиктоке я там посмотрел. 50-60% от емкости. То есть баллончик у нас... 450. 650. 650, значит, 400 грамм заправим. И потом дальше мы еще давление создадим. Это же мы просто налили. Сейчас перейдем потом в давление. Все. Заполнили мы. Прикольная штука. Да, где я в тиктоке смотрел. Ну, баллончики, конечно, получаете их, что выкидываете. Вот, они 22 заправили. Ходишь по мусоркам, собираешь эти баллончики. В гараже заправляешь их. И потом на поле чудесе, каком толкаешь. В два раза дешевле. Ну да. Нормальный план? Нищета какая-то. Чего нищета? Прикинь, если пойдет дело. Фурами начнешь отгружать. Ты сюда фуры заезжать будут. Сколько ты потратишь? Потом купишь станок для заполнения. Потом начнешь цены поднимать. Вот, мы их заполнили. Теперь нам нужно давление чем-то создать. Мы будем автомобильным компрессорчиком. Опять же, точно такая трубочка берется, которая сюда у нас надевается. Суть в чем? Включаем компрессор наш. Подключаем. И нам нужно где-то 4 бара. Вот смотрим сюда. Готов. Следующее. Все. Сейчас мы вам продемонстрируем. Но он не так пылит все равно, как заводской. Я не знаю, в чем там дело. Может, надо было не 4, а 5 бара. Можно поэкспериментировать с давлением. И мне кажется, еще жиже. Немножко не такая. Но знаешь, бывают такие баллончики бракованные, которые писают струи. Они не пылят, а писают. Как форсунки твои распиленные. Может быть, будет давление, смотри. Что мы имеем. Но, они писают. А нужно, чтобы пшикал нормально. Так это уже зависит от этого. Так давай давление дай нормально. Нужно пшикает. Да, попробуем. Я думаю, что это зависит от жижи самой. Не, так а почему ты говоришь, пшик это, а? Ну, так, чик, все, мыть. Не, ну так-то пойдет. Там-то я все запиновал, оно все четко. Но вопрос, может, где-то не подключили. Нету питания, короче. Как минимум на ОБД разъеме. Хотя, если здесь щелкает. Дай мне, пожалуйста, тестер свой. Здесь я уже все, мои полномочия окончил. Так, плюс и минус. Нету. А где? Плюс и минус. Так, а тестер проверит. Это вот здесь? Так, а что вот здесь? Вот я подключил кабель, который идет на проводку. Все, есть. Так, а почему на блоке управления нету ни хера? Что я там откусил? Так не может быть. Оно должно работать. Я никогда так не ошибался. Как это нету? Я уже все запаковал, закрутил. Думал, сейчас поключу. Дрынь. А прикинь, стояла бы группа поддержки. Это же как лажово получилось бы. А дайте тестер кто-нибудь. Ну, просто это уже очень низко для тебя. Ты уже не обращаешь внимания на такие мелочи. Плюс, минус. Ты уже просто настройка. Ты уже угол смотришь. Опережение, надувь. Нет, так все, я здесь все правильно подключил в колодки. Просто куда плюс тут потерялся? Что ты взял, что он там был, во-первых? Вот этот провод красный. Он идет в эту колодку. И распределяется туда и сюда. Значит, с колодки не доходит до туда. Ну, получается, что так. Может, это плюс я подключил? А, ты плюс подключил на минус? Ну. Прозвони, давай мы посмотрим. Так, ну тут все еще на плюсе ничего нету. Проткнем, например, тут. Кстати, знали, зачем на щупах острые вот эти штуки? Чтобы втыкаться в проводку. Допустим, и тут ничего нет. А почему тут все есть? Ты какую-то проводку купил колечную. Как ты мне сказал? От Е36. Типа, запросов больше не было, да? Мы всегда ставили от 39. Так. И она там симпатичнее. Так. Е36, вот они менее симпатичные. Угу. Но ты сказал, очень хорошая проводка, потому что компоновка. Ну, конечно. Вот теперь мы компонуем это все дело. Как он, здесь есть, а тут его нету, если это все целая проводка одноцелостная. Ну, там есть. Здесь есть. Все, давай, значит, искать по проводу дальше. Вот наш провод. Давай прозвоним, может, реально это на минус поставил плюс, который должен быть. Хотя мы уже сгорели давно, я думаю, да? Ну, в теории, да. Опыт. А, щупы местами попутан. Ё-моё. Ойся. Ну, это тоже минус. Я ж не совсем ебан. Ну, мы сейчас начали сомневаться. Хе-хе, шучу. Он у нас идет сюда, сюда, вот. А дальше идет вот сюда. А-а-а. А горит, кстати, табло? Да. А, для сожалению, можно что-то не подавать туда? Вот. Я ничего не понимаю. Может, удалим это? Нет, мы это ставим специально. Я сделал специально, чтобы вы подсказали мне мою ошибку. Ну, типа, ну, понял, как учителя в школе. А свечи, как, вот кажется, да? Два провода. В итоге один плюс, второй минус. Я их оба посатил на массу, конечно. Но это ничего страшного. Здесь плюса не было, по сути. Его просто нужно подключить на плюс. Я подключил на обе массы, не путайте так. Потому что они оба идут черные, оба в черном кембрике, и можно их попутать. Получается, этот я посажу сейчас на плюс, а этот я посажу на массу. Разделю, и будем пробовать дальше его запускать. Но это не была попытка запуска, правильно? Нет. Это тесты пока. Так, пакуем. Или поконим. В чем, собственно, была проблема? У нас не было питания на блоку... Вернее, мой адаптер ОБД не загорелся. Потом я понял, что у нас нет питания на блок управления. И это было питание, которое идет на блок управления и на реле. Поэтому у нас не включался бензонасос. Реле главное и реле топливного насоса. Сейчас мы это исправим и будем смотреть, проверять все дальше. Далее записываем прошивку автомобиль. У нас здесь, смотрите, нанотехнологии, Wi-Fi адаптеры, все дела. Шириколуповая полосная. Лямбда зонт у нас тоже на Wi-Fi адаптере. Не хочет записывать. Сейчас попробуем еще раз. О, пошло. Еще мы забыли вам сказать, что Дима перенес аккумулятор в багажник. Зря он пилил площадку в этом прекрасном кузове. Провод теперь у нас идет, как и во всех 36-х, у которых аккумулятор сзади. Здесь вот у нас по порогу. Но в компакте такая особенность, что в седании купе аккумулятор стоит в этой нише. В компакте эта ниша довольно мала. Был только один вариант компакта, где стоял аккумулятор сзади. Это 323 Ti. Располагался он как раз в этом месте. В автомобиле, где нет вот здесь аккумулятора. Тут у нас просто находятся, по-моему, знак аварийной установки и там дополнительный набор инструментов. Но Дима сконструировал вот такую интересную площадку. Кинул провод от 39-очки. Как он лег, так он и там лежит. И теперь один из тестов у нас будет, это проверка Диминого аккумулятора, который он сюда поставил явно не новый. Конечно, бэушный аккумулятор. Аккумулятор мы будем проверять при помощи прибора Rokodil, который сочетает в себе мультимарочный сканер и тестер аккумулятора. Давайте сейчас распакуем и посмотрим, что входит в его комплектацию. Сам непосредственно сканер. Вот такой вот форму он имеет. Инструкция по эксплуатации, которую мы, конечно же, не будем читать, потому что мы же самые умные. Переходник для теста аккумулятора. Вставляется он вот в OBD разъем. И провод для программирования, обновления, программного обеспечения тестера. Значит, что? Берем кремы, подключаем минус, подключаем плюс и у нас загорается тестер. Прогружается он достаточно быстро. Выбираем АКБ авто. Аккумулятор у нас находится в автомобиле. Проверка АКБ. Какая-то инструкция. Включите фары, выключите фары. Это мы сделали. Нажимаем дальше. У нас это обычная аккумуляторная батарея с индексом EN. Индекс у нас указывается вот здесь. Выбираем индекс EN. Нажимаем выбор. Производится замер. И нам показывают, что наш аккумулятор в хорошем состоянии. Но почему-то остаточная емкость у него почти в два раза меньше, чем должна быть на новом. Ну, аккумулятор ВУшный, поэтому многого от него ожидать не надо. Аккумулятор у нас полностью заряжен. Этой емкости должно хватить для пуска нашего турбомотора. Надеюсь, что обойдемся без заряда. А теперь мы идем читать ошибки в моем туране, потому что горячий чек на приборке мне уже изрядно поднадоел. Так, значит, вот моя ошибка, которая мне ему ссорит глаза. Чек-энжин. Значит, подключаем наше оборудование, наш OBD-2 разъем. Переходим в меню диагностика. И сканер ищет протокол, по которому будет считывать наш блок управления. Так, протокол найден. Красный индикатор означает, что у нас какая-то критическая ошибка. Давайте посмотрим, что за она. Чтение текущее. И это высокий показатель датчика температуры топлива. Да, да. У меня оборвана фишка на датчик температуры топлива. Давайте попробуем его стереть. Но я думаю, что эта ошибка останется. Вот наша функция стирания. Очистить. Пожалуйста, включить зажигание. Двигатель выключен. Теперь выключаем зажигание и смотрим на то, как погас чек. Я счастлив. Приобрести устройство вы сможете по ссылке в описании, либо в закрепленном комментарии. Сейчас мы перемещаемся к нашей турбопушке и проверяем катушки зажигания. Так, прошив, очка готова. Дальше. Сейчас у нас будет включаться бензонасос. Это для смехуточков. При включении зажигания. И мы послушаем сначала, как он звучит. А потом я включу его принудительно, чтобы он работал постоянно. Потому что мы не знаем, правильно ли мы собрали подачу-обратку. Там как бы на шлангах ничего нигде не указано. И нам проще посмотреть, сейчас покажем как. В рампе, наверное, пусто. Но насос звучит так, как он не должен звучать. Ну и в рампе пусто. Значит, тестим. Рампа у нас есть с клапаном этим. Измерение давления. Принудительно включаю бензонасос. А Дима нажимает на клапан. Насос включен. А в рейке... Ничего. Получается, нужно поменять... Подачу-обратку. Подачу-обратку. Вырубай. Можно в тупик качает. А, всё. Ему типа не очень хорошо. А, да? Ну, он же качает, например, 8 бар, например. Ага. Есть плюс. Есть плюс. Может, ты что-то спалил в блоке управления? Хотя нет, там уже ничего. Как сказал? В проводке Сименс... Форсунки включаются от реле бензонасоса. Голова. Вспомнил? Сматываем стяжкой обратно. Нет. Оставим так. Оставим так. Так, с форсунками мы вроде бы как разобрались. Но я почему-то не задумался, какая распиновка у этих катушек. Судя по всему, мы в неё не попали. Потому что питание есть на них по распиновке катушек, которые вы привыкли все видеть. Масса есть, сигналы есть. Они не работают. Ну что, мы заходим в интернет, смотрим. Так, да. Предположение оказалось верным. Вот наша катушка. И вот у неё распиновка. То есть, земля-земля. Плюс-минус. На другой катушке у нас, получается, идёт плюс-земля-вход-минус. Перепиновываем и тестим дальше. Минус. С блоку управления-управления. Минус. Плюс. Ну что? Пятна... Давай выключу. Выключай. Бл***, загорелла. Проводка. Еб***ь, твой мать. Перепиновал? С***а. Перепиновал. Минус. Плюс. Проводка. Повсей, да? Угу. Бл***, ну это было, если честно, для контента пойдёт. Для контента вообще... Да, бля, в чё, хрень, какой контент. А как ты, почему ты надо было, ну, массу выключить? Я ж не подумал, блядь, что там зажигание включено. Проводки, нахуй. От Е36 нужно только. Массы крепкие, тем более, да? Смотри на этого, еб***ь. Всё, блядь, готово. Сейчас посмотрим масштаб бедствия. Ёб***ь, а чё-то не спалили машину, блядь. А она горела только катушечной или это тоже всё? Не, я думаю, тут всё нахуй горело. Ну, я, блядь, севаренок, нахуй. Плёл, красиво всё, еб***ь. Например, я и знал, что всё гладко не будет. Это ты настроил себя так? Это почему? Это понятно изначально? Ничего не понятно, всё должно быть гладко. Понимаешь? Чё-то, управление, минус, плюс, погнал. Блядь, ну твой дедовский размыкатель массы полное говно. Ну, типа, если бы оно там полыхнуло, мы бы сись сгорели все. Готово. Ничего, сейчас починим, это всё херня. Всё, это, короче, конец первой серии по проводке. А, здравствуйте, сегодня мы восстанавливаем автомобиль после пожара. Как вы помните, в первой части у нас сгорела вся проводка. И часть автомобиля. А если люди стояли, слышишь? Сколько ты, например, моторов собрал? Ну, где-то 80. Херня, сейчас расколупаем, посмотрим, где там что сгорело. Да и всё. Так, что у нас только что произошло? Вяжу все пальцы. Секунду, как я понял, ты хотел приварить катушки к доунпайпу. Нет. Но они пытались привариться. Ну да, и мои пальцы привариться не пытались, смотри. Короче, нам нужно было перепиновать катушки, и я забыл, что мы не выключили зажигание. У нас после включения зажигания подаётся питание на катушке. Не, ну не постоянно, но после включения зажигания. А, ну всё. Подаётся питание на катушке, я забыл, что мы не выключили зажигание. Начал перепиновывать, достал, и там нашёл плюс на минус, короче, и пошла аквадискотека. Сейчас размотаю здесь, посмотрю, что у нас, да, масштаб трагедии, но я вижу, что здесь пару проводов только повредилось. Можно их поменять и продолжить дальше наши маневры Вообще отключается масса Всегда аккумулятор, когда работаете с проводкой Но мы правила никогда не соблюдаем, но вы так не делаете Едем спать Так, а на сегодня у нас все, в следующий раз продолжим и наконец-то ее запустим Да Субтитры сделал DimaTorzok